С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для домохозяйств в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. На лицах людей напряжение, сейчас решается их дальнейшая судьба. Владимир Путин говорит долго основательно об Украине как государстве, истории наших отношений и сегодняшних реалиях этой страны и со всех сторон обосновывает свое решение. Мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта. Не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкрик, как это уже было в 2014 и 2015 годах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Речь длится почти час. И вот, наконец, заявление. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Такое решение граждане Донбасса встречают со слезами радости. Радость, конечно. Надеемся, что войны не будут. Домой вернемся. Эмоции. Понимаете, наконец-то мир наступит, который Донбасс выстроил. Мира ждем, наконец. Мира. Спасибо большое. Извините, я не могу. Польцы через край бьют, поэтому слов нету, радости, слезы. Ждем, что мы вернемся домой и что нас не разбомбят, потому что от них ожидать можно всего. Нет, только же сыну позвонила, сказала, что в Путин время решение нас признали. Должно быть все хорошо. Дай Бог, все будет хорошо. Все будет сейчас, наконец-то уже. Сколько можно. В 8 лет вот этого всего. Сколько уже к нам снарядов прилетело, сколько обстреливали нас, сколько мы уже намучились, я вообще не знаю. У меня внук был годик, когда все начало, ему уже скоро 9 лет. И ребенок живет в этих условиях. В Донецке в честь признания запустили салюты. В Луганске организовали автопробег. Люди ждут мира, которого не было последние 8 лет. Алеша Лопатенко из Донецка по-детски рад, что вернется в любимую секцию футбола. Мальчик боялся, что в эвакуации играть не будет, но его успокоили. А еще обещали сводить на Ростов-Арену на матч с крыльями советов. Ну, сначала не поверил, потом... Во что не поверил? Скажи, они же не понимают. Во то, что ходить не будут. Ну, на футбол здесь. Футбол люблю очень сильно. Сказал, мы отойдем на мягку, пожалуйста. Мы пошли. Ну, в итоге тебе что сказали, что будешь здесь ходить на футбол? Нет, я ходил на футбол. Да. Да, он просто дома занимается футболом. Да, здесь тоже секция пойдет и будет заниматься футболом. Буду ходить на футбол. Марина Черных, Юрий Санкин, Первый Ростовский.